В конце 20-х чисел октября сразу у трех воров в законе истек немаленький срок наказания, по 10 лет у Звиада Тбилисского и Шалвы Ханского и 18 лет у Кахи Чехотаурского. Первым двум, хоть Звиад не вполне и вор, заключение продлили, накрутив воровскую статью дела Шалва уже в Пензенском областном суде, но Каху Чехотаурского сия участь миновала. Как стало известно и о Прайм Крым, в пятницу 54-летний Каха Чехотаурский, в миру Карла Чхиквадзя, освободился звонком языка 31, расположенный в городе Микунюсть в Имского районе республики Коми, где неотлучно просидел последние 10 лет. Из действующих воров в законе наряду с лидерами дальневосточного общака, преемником Джема Сахна, выход которого намечен на середину ноября, и Евой, отсидевших уже по 19 лет, Каха Чехотаурский является рекордсменом по отсиженному за один срок, что, впрочем, не помогло ему избавиться от акцента. Коронование Кахи. И это задокументированный факт. Состоялось в марте 1992 года в ресторане Таврия гостиничного комплекса «Севастополь» во время торжества по случаю 50-летия батумского патриарха Зури Цинсадзе, умершего спустя 13 лет на большом сроке в Соликамске, там же, где и Васи Бриллиант. Весь праздник, включая признание ворами четверых кандидатов, двух Ках, Зугдитского и Чехотаурского, Чирогальского и Куршика Булецкого, было снято на пленку. Видя, запечатлевшее Титанов тех дней, Савоську, Ростика, Вахо, Роберта и Арсена, а также молодых Шакро и Тариела, беспрецедентный исторический артефакт, проливающий свет на одной из самых тщательно оберегаемых от посторонних ворами таинств их жизни, принятие в семью. Надо признать, что все четверо оказались достойными продолжателями дел их крестных отцов, не считая умершего Чира, остальные трое – действующий вор с безупречной репутацией. Карлов до мозга костей преступник, способный на все. Редкое его задержание в Москве обходилось без стрельбы на поражение. По двум последним преступлениям его подельником был небезызвестный сам трецкий вор Гиева Шакмадзя, принятый в семью в 2013 году за провилку над Гией Свердловским. В 18 и 15 лет, соответственно, Каха и Гиев получили за убийство, бандитизм и посягательство на жизнь милиционера в центре Москвы. С таким багажом Каха сначала отправился в Харп, а затем в Красноярск и Минусинск, где провел три года. О том периоде арестантской жизни Кахи компетентные в Синовце и говорили, что из всех воров самыми стойкими себя показали он и Сумбат. После Красноярска Каха попал в коме, откуда почти никаких вестей о нем не было. По отбытии срока статусный преступник был доставлен из Ухты в Москву, где удостоился своей минуты славы нажитной. В интервью сотрудникам ГУР МВД России Каха развеял ходивший был о нем слухи, будто бы в тяжелых условиях содержания он тронулся умом. В качестве теста от силовиков на адекватность, у Кахи, как лица без гражданства, есть три дня на сборы, чтобы самостоятельно выехать навстречу новым приключениям, куда глядят глаза.